Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о прошедших временах в церковнославянском языке, на этот раз уже о совсем прошедших временах, не вот такого типа, как перфект, а тех временах, которые относятся к прошлому и своим началом, и своим концом. Повторяю, что сейчас мы касаемся времен обзорно, а потом каждому из них у нас будет посвящено отдельное время в наших передачах. Сейчас нужно просто общее впечатление получить о временах. И когда мы смотрим на эти самые прошедшие времена, уже стопроцентно прошедшие, мы видим, что их, в общем-то, три. Это аорист, имперфект и плюс к вам перфект. Самым легким из этих времен, как это ни парадоксально покажется на первый взгляд, является плюс к вам перфект, потому что он очень простой по значению. Это действие, которое свершилось к какому-то моменту в прошлом. Вот, собственно, его и значение. И увидев таким образом значение плюс к вам перфекта, мы… да, плюс к вам перфект еще называется давно прошедшим временем. Мы приблизимся и к пониманию значения перфекта. Это действие, свершившееся к настоящему. А также и к значению будущего сложного второго. Действие, свершившееся к будущему. Поэтому все эти времена, будущее сложное второе, перфект и плюс к вам перфект, мы пока отодвигаем в сторону. И перед нами остаются, собственно, два прошедших времени – имперфект и аорист. Причем оба их названия содержат отрицание. Имперфект – это то, что не перфект, это несовершенное, несовершенное время. Аорист тоже содержит отрицание. Ну вот, может быть, знаете, что были такие вселенские соборы, на которых принимали определенные определения. И эти определения назывались словом «орос». Оросы – определения. В свою очередь приставка «а», она отнимает то, что дает корень. Была пневмония типичная, стала пневмония атипичная. Есть глаголы, ну, из более близкого грамматического, из поза-поза прошлой передачи. Есть глаголы тематические, с тематическими глазами, а есть глаголы нетематические. Так вот, нетематические называются еще и а-тематические, а-тематические. Таким образом, аорист – это опять неопределенное время. Значит, в прошлом мы имеем два времени – несовершенное и неопределенное. По прошлой передаче, надеюсь, вы еще помните, что одно дело что-то утверждать положительное, а другое дело что-то отрицать. Есть даже такое апофатическое богословие, которое учит о Боге в терминах «отрицание». Например, две природы слились во Христе неслиянно, но и нераздельно. То есть они не перемешались, но и не разделились, а соединились каким-то иным способом. И вот и не так, и не так. Помимо вот ката-афатического богословия, который нечто утверждает прямое, есть такое апофатическое богословие, которое, ну вот как бы утверждает через отрицание. Через отрицание очень сложно дать определение, потому что отрицание всегда неопределенное. Вот если я войду в комнату и скажу, что я увидел не стол, то есть может быть все, что угодно, кроме стола. Может быть стул, шкаф. Одно дело я скажу, я увидел шкаф. Это совершенно определенная вещь. Другое дело я скажу, я увидел не стол, имея в виду тот же самый шкаф. В этом случае степень определенности, она гораздо ниже. То есть в любом случае, даже если я скажу, я увидел стол или я увидел не стол, круг подозреваемых предметов, вот из того, что я увидел, он будет хуже. Но в одном случае он сузится до конкретного стола, а в другом случае просто из всего того, что я могу увидеть, исключается стол. Вот что такое дать, или попытаться дать определение через отрицание. И на примере совершенного и несовершенного вида мы это видели в прошлой передаче. Специально останавливаюсь на этом так подробно, потому что это действительно важно. Вот в отличие от числительных, основная трудность которых заключается в том, что их просто трудно произносить, собственно, и всё. Вот у глаголов нужно уже вдумываться и понимать, что перед нами такое. Итак, значит, перед нами два неопределенных времени. Одно из которых в чистом виде неопределенное, то есть, казалось бы, оно должно обозначать всё остальное. Всё остальное по сравнению с чем? По сравнению с имперфектом. А имперфект опять определён через «не». Несовершенное. Значит, он обозначает всё остальное по сравнению с перфектом. А перфект – это время, свершившееся к какому-то моменту. Значит, единственным определенным у нас остаётся плюс к вам перфект, то есть действие, которое совершенно чётко совершилось к определённому моменту в прошлом. Мы его вынесли пока за скобки. Поэтому одним словом определить ни аорист, ни имперфект нельзя. У них есть кое-какие названия ещё, ну, положительные. Например, имперфект – это длительное время, а аорист – это однократное. Ну, или там имперфект многократный, а аорист – однократный. Но это не даёт определения их, потому что они ещё кое-что обозначают помимо однократности и многократности. Итак, имперфект. Имперфект – несовершенное время. Это все процессы, вот то есть то, что длится. Это всякая повторяемость действий. Это всякая особенность и неторопливость действий. То есть это может быть действие, не сказать, что это прям, это, вернее, даже не столько характеристика действия подчас, сколько характеристика отношения говорящего к этому действию. Если говорящий замедлился мыслью своей на этом действии, если оно для него важно, если, ну, вот знаете, как на фотографии, вроде действие мгновенное, но оно попало на фотографию, и вот оно запечатлелось. Пусть он там размазался с одного угла кадра на другой, но тем не менее. Мы на этом действии уже можем остановиться мыслью своей и сказать, а вот он летит. Вот это будет имперфект. А орест – это совсем всё остальное. То есть действия, которые произошли. Вот чик и всё. Есть ненаучные определения действий, которые можно ввести. Повторюсь, определения – это ненаучные, ничего общего с строгим научным знанием они не имеют. Ну, вроде того, что бисектриса – это крыса, а медиана – это обезьяна. Или там Архимедовы штаны во все стороны равны. Это ж так, просто чтобы запоминалось лучше. Так вот, все процессы, то, что обозначает имперфект, это такое вот... А все точковые действия – это чик и всё. И вот это будет аорест. Имперфект никогда не чик и всё. Поэтому имперфект – это только несовершенный вид в литературном языке. Аорест – это всё, что угодно. Это может быть вот чик и всё, и это тогда совершенный вид. Это может быть просто факт. Например, пришёл, увидел, победил. Это может быть три действия, которые совершились. Чик, чик, чик. Последовательность действий. Кстати, это тоже будет аорест. А может быть, вот просто факт. Когда я учился в школе, я часто ходил... Куда может человек часто ходить, который учится в школе? На кружок по пению. И это не сказать, что будет имперфект. Это будет, скорее всего, аорест, если об этом упомянуто вскользь. Если это действительно важно, тогда это будет уже имперфект. Если на этом замедляется наша мысль, то это будет имперфект. Поясню ещё одним примером. Всякий филолог сдаёт, когда учится на филфаке, сдаёт экзамены по литературе. Ну вот возьмём, к примеру, зарубежную литературу, самый такой маргинальный предмет для филолога-русиста. Есть некоторая стопка книжек, которые нужно прочитать к экзамену. Вот за последние сутки это обычно случается. И берёшь вот эти книжки и начинаешь так быстро-быстро-быстро-быстро перелистывать, выхватывая основных героев, какие-нибудь слова заковыристые, события, может быть, название мест и чего-нибудь ещё. И горе тебе, если тебе станет интересно, потому что скорость перелистывания страниц резко упадёт. Так вот, вот это вот перелистывание страниц – это аористы. А когда скорость падает, когда мы уже вдумываемся и вчитываемся, это уже будут имперфекты. Одно и то же действие можно назвать по-разному через аорист или через имперфект в зависимости от нашего отношения к нему. Аористы же обозначают всякие действия, которые даже и действиями-то не являются, и процессами. Например, отношения, принадлежать. Всякая последовательность действий – это тоже будет аористы. Теперь обратимся к будущему времени. До того, как мы начнём трогать будущее второе, перфект и плюс к вам перфект, обратимся к будущему такому, которое больше всего похоже на будущее время в литературном языке. Это будущее простое, состоящее из одного слова «сотворю». И это только совершенный вид. И это будущее сложное, которое состоит из двух слов. В литературном это «буду делать». В церковнославянском вместо глагола «быть» здесь употребляется глагол «имам» или «хощу». «Имам сотворите», «аз имам сотворите», или «аз хощу сотворите», или «аз имам творите», или «аз хощу творите». Здесь ограничения по виду никакого нет. Это может быть и совершенный, и несовершенный вид. Причем вот это «аз имам», «ты имаши» и так далее, или «аз хощу», «ты хощуши» не обозначает никакого волеизъявления. Это просто вспомогательный глагол для обозначения будущего времени. В английском языке слово «will», которое обозначает именно волю, и это даже однокоренное слово с русским «воля». И если это существительное, то это воля в смысле, например, завещания. Попадая на позицию вспомогательного глагола, уже никакого волевого оттенка не имеет. Так же и в церковнославянском. «Хощу имам» — это не то, чтобы я прямо хотел, а просто вот это будет. Когда Господь Иисус Христос говорит своим ученикам, «какой смертью он хочет умреть», это не было его желание, это было его описание будущего. И всё. Вот это, что касается будущего сложного времени. А вот будущее сложное второе, перфект и плюс к вам перфект, мы с вами рассмотрим в следующий раз. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok